14 июня 3 часа утра пришел шторм от южных направлений начал ошкивать будь здоров помпа сейчас покажу помпа которая была в прошлый раз снова начала орать отключите ее никак не могу как вы помните приходится держать открытой вот эту крышку для того чтобы когда она начинает орать вернуть ее в прежнее положение наверху если вы видите чтобы не палить электричество на ходовые огни сейчас только что выключил двигатель часа полтора два у меня двигатели работал я поставил headlamps то есть лампа которая прикручивается одевается на голову я ее примастырил сверху чтобы она освещивала светила на паруса обозначить себя потому что если я буду пользовать ходовые огни они у меня высосут батареи полумертвые батареи в течение нескольких часов я не смогу завести двигатель при придется ждать солнце для того чтобы зарядить батареи ночью все одно к одному я недавно совсем проверял куда мы едем по ручному gps мы едем на северо-восток со скоростью два с половиной три с половиной узла какие еще новости это на северо-восток это у нас получается по касательной от халифакса не в сторону халифакса а по касательной от халифакса значит я могу предположить вечером когда я вечером когда я ложился в дрейф у меня начар плоты я выставил было сто девяносто семь миль значит 200 миль так и осталось значит как только расцветет но вон видно да видно куда мы едем тридцать сорок пятьдесят шестьдесят два с половиной вот такие новости так что как только расцветет через часа три я снова сажусь буду рулить меня больше всего смущает то что осталось совсем мало еды на сегодня еще что-то хватит а завтра уже ничего не остается так что придется как-то придется я не знаю что делать грызть заплесневелый хлеб единство только его осталось две две бунки балки банки бунки балки батона два батона заплесневелых осталось ну ладно давайте на этой оптимистической ноте мы с вами закончила общение я ночью вам никогда не писал вот это ночью потому что мне не спится от хороших мыслей чего я вам желаю до утра 5.30 утра только рассвело сейчас быстро позавтракаю что у нас сегодня на завтрак она сегодня вот и чаек слышите снова помпа включилась умная а вот а умного хватило мозгов поставить этот лепесток который мне всю ночь пришлось лазить и отключать поспать не удалось на завтрак у нас то что осталось каши и и чай зарядка только 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 начинается 01 только начинается дай бог чтобы зарядка хоть какая-то пошла я смог бы использовать чарп лоттер а так без чарп лоттера не видя куда ты едешь очень сложно настроить лодку на правильный курс кратчайшим расстоянием чтобы хотя бы начинать двигаться как-то на халифакс но этот градусов 340 350 но я не знаю где мы сейчас находимся так что придется включить быстренько и посмотреть такие новости на 400 и 14 июня 19 года борт местиблю 12 часов дня 14 июня 2019 года на 12 часов дня мы здесь вчера мы были здесь позавчера здесь халифакс здесь 157 миль осталось на данный момент 157 миль осталось попробую дойти до завтрашнего дня не знаю как у меня это получится я что-то мертвый к сожалению у меня не получилось вам показать то что происходило в 6 я стал за руль часов в 10 нас нагнала таким шквалом с дождем я не мог бросить штурвал рулил как мог одел только куртку штаны у меня есть непромокаемые их когда шел рулить не подумал что их надо одеть но было пасмурно чуть-чуть хмурило я никогда не думал что может так ударить шквалом короче я мокрый до трус нет трусы вот трусы я снял я уже знаю чтобы не говорить что мокрый до трусов трусы весят с первого дня я мокрый появится скажем так видите пытаюсь высушить носки и штаны то что были на мне на капе двигателя на нас на самом двигателе в общем все там плавало все блин свистело это при том что у меня курятник был полностью закрыт ребята если бы приятника не было блин я не знаю что бы было вообще курятник течет как решеток я куртка мокрая насквозь она уже давно промокаемая она уже давно не держит это тоже все все мокрое повеселились на славу повеселились на славу ну что сейчас сейчас я чуть попозже поднимусь вам покажу сейчас олег древ 12 часов дня 157 миль у меня порчал черт плодеру видно что 157 миль осталось я устал я просто так устал и тем более ночь не спал если вы помните я включал выключал я выключал эту помпу которая под крен начинала работать пойдемте наверно все-таки покажу вам что у нас там происходит я лег в дрейф для того чтобы посушиться приготовить покушать я очень хочу есть ну как всегда знаете когда есть нечего очень хочется есть вот лёг дрейф едем со скоростью один полтора узла ну слава богу в сторону халифакса но это будет недолго я сейчас приготовлю поесть и выбрал вот такой способ снова на такелаж да положу под подробному не получается не дрейфует ветер слабый вот сейчас приготовлю покушать чуть-чуть передохну и поеду дальше лишь бы ветер остался 157 миль завтра даже если я буду рулить сутки напролет в любом случае завтра в ночь что меня не очень радует хотя мне уже не принципиально если чарт-ботер будет работать можно заходить и и в ночь в общем о всех новостях буду вам сообщать по мере их поступления а пока пока то что есть ну вот это все что осталось из еды там осталось правда пяток картошек еще намокший хлеб пара батонов но намокший наверное есть его нельзя будет уже пару яблок один грейпфрут и остатки капусты все завтра надо в любом случае приехать иначе придется голодать потому что а еще там осталось на одну кружку каши иначе придется голодать а как-то это в мои планы не входило ну ну совершенно и сейчас поем не знаю чуть-чуть передохнуть и буду рулить потому что ветер совсем закисает хоть немного еще проехал а ветер как раз попутный в сторону халифакса так что дайте мне немножко передохнуть и снова будем рулить три часа дня под полной генуи идем свои 330 340 градусов пытаюсь настроить как-то штурвал закрепить но ничего не получается курс судна относительно ветра называется галфинт когда ветер дует перпендикулярного ворд левый или правый этот курс очень сложно настроить чтобы лодка сама шла отцентровать ее чтоб сочетание поворота парусов относительно ветра и пероруля работали одновременно и лодка шла без подруливания вот бейдевинг более удобен ветер уже отошел с юга к юго-западу если еще зайдет больше к северу посмотришь у нас к ночи и получится настроить водку если нет ну значит буду рулить мне удалось дремнуть днем после обеда вы видели мой незамысловатый обед после него вы вздремнул буквально часик потому что был никакой но с пяти часов рулю и и сейчас и здесь выставил курсор у нас показано здесь от нашего места до халифакса халифакс здесь 144 мили но это произойдет должно произойти только чудо чтобы мы завтра пришли светлое время суток это должно поддуть очень хорошо и мы должны немногим более чем за сутки покрыть 140 миль я очень сомневаюсь что поддувит в этом месте настолько хорошо и курс и направление ветра будет оптимальный для движения я потому надо рассчитывать еще на двое суток хода а а у меня из еды осталось там 5-6 маленьких картошек хлеб недоеденный вы видели кусок пара яблок и грейпфрут а и ну еще на одну порцию каши ну что года не умру на двое суток можно как-то растянуть кстати такая ситуация с едой мне наверно первый раз за всю мою практику чтобы еды совсем не было наверное знаете в чем причина на бермуде все очень дорого я многое взял с собой вот только взял с собой то я собственно и съел а на бермуде только прикупил фруктов овощей потому что на бермуде все вот эти консервы все вот это вот необыкновенно дорого я как-то рассчитывал на 8 9 дней но немножко не рассчитал ну бывает хорошо буду вам рассказывать о том что будет приходить происходить вокруг пока видео юго-западный 9-10 узлов галки левого борта и идем на халифакс со скоростью в среднем 3 3 с половиной узла часа четыре дня 4 наверное начало 5 я не знаю потому что вниз давно не спускался продолжаем идти на 340-350 на черпутере вот что у нас показывает в левом нижнем углу вы видите я поставил отметку и там нам нам показывает что 140 миль до халифакса но я долго не основной поставил 140 миль вокруг туман не просто туман а плотный туман видимость 1 кабель то ну кабель то 180 метров сто восемь шесть метров точнее сто восемь шесть и два вот 200 метров видимость даже меньше какой-то мглестиму в ночь я очень хочу чтобы была хорошая видимость потому что скорее всего я лягу в дрейф снова рулить не буду ветер юго-западный очень благоприятные так что если правильно лечь в дрейф я думаю что можно так настроиться что плотку дрейфовала как раз в сторону халифакса это очень хорошо потому что даже если я ночью буду ехать что тяжело потому что лодка обесточена паруса не видно горизонта не видно ничего не видно только картушка компаса потому что я отключаю все и навигационные приборы все отключают радар не работает чарплодер не работает только картушка компаса а по картушке компаса очень сложно рулить особенно когда ветер гуляет так что скорее всего я лягу в дрейф потому что даже если рулить и ночью завтра я все равно не успеваю прийти таковы новости на 14 июня около пяти часов вечера борт вместе блю а самое главное я зачем сбегал за фотоаппаратом буквально час назад справа по борту проплывала компания билобе белобоких дельфинчиков и начале я думал что то танцы дельфины дельфины пробежали мимо я только сбегал с фотоаппаратами и не успел они уже убежали так что все порядке значит все в порядке значит у нас все будет появ конечно она все будет в порядке я в этом несколько не сомневаюсь если мы придем не завтра и завтра мы точно пойдем то придем послезавтра у меня сегодня не было и желание невозможности возможности разговаривать с вами лично. Ну, в общем, все у нас в порядке. Завтра мы точно не приходим, осталось 137 миль. Завтра точно не приходим. Скорее всего, если получится, приходим послезавтра. А так, ну, я очень надеюсь, что приходим послезавтра, потому что у меня просто нет еды. Такое со мной первый раз. Как-то немножко не рассчитал. Не рассчитал, что могу прийти на несколько дней позже. Ну, ладно, небольшая беда. Говорят, голодание полезно. Вот посмотрим, насколько оно полезно. Это то, что у нас происходит на Чарт-Плотере. Продолжаем ехать свои 350-340. Со скоростью 4 в среднем узла. Осталось 134 мили. Вокруг никого. Туман поднялся. Но началась морозь и такой дризл. Мерзкая погода, мерзкая погода. Ну, домой подъезжаем, что-то. Если что-то будет еще более-менее интересное, тогда я сниму что-нибудь еще дополнительно. Если нет, увидимся с вами завтра. Хорошо? Все, вроде на сегодня все. 9 часов, начало 10 вечера. Вот мне на ужин сегодня. Еще у меня на ужин вот что есть. Еще я сделал чай. И кашу. Разделил кашу. Это сегодня мне будет на ужин каша. И там еще осталось столько же на завтра. И вот кусочек хлеба. И вот мед к чаю. Ну что, не так плохо. Совсем неплохо, совсем неплохо. Что у нас там в холодильничке? Залежи. Какие у нас залежи? А, у нас залежи. Один грейпфрут. Два лимона. Еще угрейпфрут. Остатки капусты. И два яблока. О, мы живем. Мы живем. Нам до послезавтра еды полный холодильник. Замечательно. И каша еще целая кружка. Эй. Ребята, вы что? Мы замечательно устроились. Вокруг тишь да гладь. Пароходы сноют. И рядом пробежал днем сегодня огромный сарай. Контейнеровод со скоростью узлов 25. Если такой сарай наедет на нас, он даже не поцарапает борт, а мы даже пикнуть не успеем. Это меня радует как никогда. Вот картиночка, что мы имеем под рейху. Я снова выбрал способ парус на рангоут. Сно-ветра, потому что если его с-под ветра поставить, не работает. Лодка не работает. Ее или валит, или приводит все время. Этот способ для слабых ветров, наверное, наиболее оптимален. И парус, обратите внимание, половина генуи, потому что ветер совсем слабый. Ветра у нас 10 узлов. 10-11 узлов. Так что вот результат моих стараний. Мы дрейфуем точно на Халифакс. Со скоростью два узла. Что и требовалось доказать. Замечательно. Двигатель работает. Дрейфуем в сторону Халифакса со скоростью два узла. Я надеюсь, условия сохранятся. Такие дрейфа до утра. К утру, надеюсь, нам дадут побольше ветра, для того, чтобы мы смогли подбежать поближе к Халифаксу. Вокруг мерзкая погода. Дризл. Туман. Не видно нифига. Как только стемнеет, повешивая сюда, вешаю фонарик, освещая паруса. Может быть, кто-нибудь нас заметит. Но в такую видимость, сейчас меньше кабель того даже видимо. Сейчас 100 метров видимость вообще. Так что, думаю, никто нас не заметит. Ну, знаете, когда спишь, все-таки как-то поспокойней. Думаешь, ну фонарик зажег, смотришь и на радаре смотрел несколько раз. На 32 мили вообще никого. Вот такие у нас новости на сегодня. Сегодня 14-й, 9-й день нашего плавания. Настроение улучшилось, потому что, наверное, потому что меня ждет ужин долгожданный. Все, рад был с вами пообщаться. Надеюсь, вам понравится все из первых рук, то, что я снимаю, потому что я стараюсь снимать все как есть, без прикрас. А я еще расскажу вам, как я справляю большую нужду. Обязательно поделюсь этим способом. Это замечательный способ. Туалетом я не пользуюсь, он заглушен. Но вам понравится, потому что это мое ноу-хау. Раз в сутки сделал дело. Лодка чистая, ни запаха тебе, ничего. Замечательно. Я с вами обязательно поделюсь, может быть, завтра. Посмотрим, как будет по погоде и по настроению. Все, давайте пока. Спокойной ночи. Пожелайте мне спокойной ночи. Если она будет спокойной.